По историческим данным, это поселение появилось не позднее второй половины II века до нашей эры. В X веке арабские географы и путешественники упоминают его уже как город Ховакент, нынешний Кокант. Его летопись богата на события, а проводимый впервые в соответствии с постановлением президента страны Международный фестиваль народно-прикладного искусства демонстрирует миру потенциал и радушие современного Узбекистана. Новая веха тысячами впечатлений и планов заполнит его страницы. Включенный во всемирный список городов-ремесленников в эти дни Хокант объединил не только мастеров-ремесленников, туристов, деятелей искусств, но и ученых. О мероприятиях в рамках уникального форума репортаж нашего корреспондента. События, разворачивающиеся в древнем Хоканде, завораживают своим масштабом и атмосферой. Вот сегодня в рамках Международного фестиваля народно-прикладного искусства дан старт красочному смотру конкурсу. Критериев для оценки работ ремесленников много делится члены жюри. Все равны перед искусством и объективное мнение важно. На самом деле для истинных мастеров конкурс это лишь приятная часть самого события. Самая главная цель поделиться драгоценными знаниями. То самое духовное обогащение, для которого не важно на каком языке говоришь. Субтитры создавал DimaTorzok Гармония всех деталей, обработанных вручную, поражает. В руках мастера кусок дерева обретает уникальность. И ученики Ходор Джона Хайдарова, основателя Коканской школы резьбы по дереву, стремятся к такой же грации искусства. Атмосфера фестиваля просто сказочная. И особую роль в этом играет сам красавец Кокант, издревле славившийся мастерством своих ремесленников. И сегодня, благодаря вниманию государства и особо трепетному отношению к нашему наследию, регион вновь приобрел международное значение. Здесь развернулись не только ремесленные мастерские со всего мира. Проходят важнейшие встречи ученых и мастеров. Научно-практическая конференция в этот день собрала участников для обсуждения исторических, культурных и теоретических вопросов. А итоговые материалы, как отмечалось здесь, лягут в основу при разработке стратегии оценки и развития современного ремесленного и прикладного искусства в Узбекистане. Кроме того, еще одним международным событием, которое обогатило второй день фестиваля, стало открытие очередного шестого заседания Совета управления Всемирного ремесленного совета по Азиатско-Тихоокеанскому региону. В ходе его работы специалисты отрасли из более 30 стран обсудят достижения проблемы и возможностей их решения, а также планы на перспективу. Заметим, что местом для проведения данного престижного мероприятия было намечено другое государство, но как дань уважения усилиям, которые бросает Узбекистан на сохранение наследия, встреча прошла именно в Коканди. Здесь, в древнем городе, сегодня не имеет значения, на каком языке говоришь. Главное – это любовь к искусству. Добро пожаловать в Коканд, говорят здесь каждому. И приглашают насладиться красотой праздника искусств, покорившему всех гостей.